Добрый вечер, добрый вечер. Главный департамент Московского спартака, Санислав Черчесов. Если я правильно понимаю, что у журналистов вообще переводит они есть, но в Москве нет. Так что мы без переводчика и сразу ваши вопросы. Давайте представим. Скажи, оцените игру с Кеклина и почему Кокович у нас начался на Безет? Я лучше свою команду оцениваю, потому что, наверное, был тренер их команды, но мы уже оценивали игру. Переводчик был неправильный. Переводчик был неправильный. Ну, я уверен, что так, естественно, они вышли играть в тот пул, который мы, как говорится, на барону построили, играть на контратаках, как вы прекрасно видели. Первый момент насник в наших воротах. Мы это знали. Другой делал, чтобы все равно произвели. Ну, а тот пул, который мы быстро забили, все-таки, наверное, и нам чуть-чуть руки развязал. Тихо в низке легче стало. Ну, и когда команда побежала, там все же сложно с нами драться. Считайте, что я вам не слышу. Не, вопрос хороший, но ты чего-то. Если я не играл, значит, ну, не Шевченко что-то, значит, ответственно. Это что значит? Скажите, на пользу пойдет сегодняшняя игра перед «Дерги» с «Локомотивом», как вы считаете? Я думаю, что это совершенно другой турнир. Это разу ИФА, а чемпионат. Другое дело, что мы давно вместе не играли, поэтому все-таки связи почувствовать опять необходимо. Надо сказать, что последние тревки прошли не так, как, в принципе, хотелось. Хотимы или нет, люди в разной форме, не в форме, а в разном состоянии, потому что многие были в сборных, и несколько дней потребовалось, чтобы опять их привести к общему знаменателю, самое главное – психологическое. Я думаю, что нам удалось. Поэтому, чем я набор, я была та команда, которая играла в футбол, надеюсь, доставила удалось. В плане отношений, в плане результата и в плане содержания. Радио «Свободы», скажите, пожалуйста, ожидали ли вы такой легкой победы, и значит ли такая легкая победа, что в Швеции появится уже состав, скажем так, более резервный? У нас нет ни резерв, ни со стороны, ни основной, к сегодня. Вот видите, как лучше справка, когда команда не заметила потери у бойца. А то, что касается до Швеции, еще надо дожить, и будем посмотреть, как сходов ненится. Еще вопрос. С такими соперниками тяжело, наверное, бывает настраивать чисто психологически, когда вы знаете, что в классе выше. А насколько это было тяжело сделать? Ну, у нас был всего лишь один разговор, но и надо сказать, все-таки, после той ничейки, которая была в последней игре перед первой игрой, все-таки команда была так чуть-чуть заряжена, все-таки хочется опять выйти на ту, как говорится, на улицу, где нам удача сопутствует. Я уже с немецкого приговариваю, поэтому я не помню, что сказал нет. Удача нам необходима, у нас сегодня не просто так выиграть, а красиво выиграть, содержательно выиграть, чтобы команда опять почувствовала свою силу. Еще вопросы будут? Всем спасибо, всем удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...